Здравствуйте, зрители и подписчики канала Шара Геймс! В прошлый раз я вам показывал несколько таких скелетиков для того, чтобы собрать нормальные ховеркрафты, на которых, в принципе, можно ходить на низкие и средние омы. Но, кроме всего прочего, у нас есть такая волшебная штука, которая называется КВ. Но если вы посмотрите, там просто доминируют ховеркрафты. Здоровые такие массивные махины, которые летают, разносят всё подряд, носят на себе различные тяжёлые пушечки, а-ля тайфуны, и, в общем, творят лютые вещи. Что я хочу сказать? Я хочу сказать, что они собираются немножко по-другому, и такие вот скелетики, которые я показывал, они не подойдут для сборки вот таких летающих крепостей. Поэтому давайте посмотрим, что нужно делать, чтобы собрать жёсткий крафт для КВ. Давайте, пожалуй, начнём рассматривать подобные ховеркрафты с их свойств и особенностей. Но самое первое, что бросается в глаза, это огромное количество ховеров. По сравнению с четырёх-трёх ховерными тачками, тут вы сразу заметите такой резкий дисбаланс в количестве этой ходовой. Причём, если вы обратите внимание, размещены здесь они не хаотично, а у них есть свои особенности. Самая ключевая особенность размещения ховеров на подобном крафте, это в том, что они располагаются такими вот группками. Если вы заметите, то здесь первая группа находится сзади, вот эти два ховера. Вторая группа — это, ну, ещё сзади, чуть ближе к кабинке, вот эти два ховера. Потом по три ховера спереди, и, соответственно, тоже рядом с кабинкой спереди. Это всё не сделано не просто так, здесь есть своя прикольная фишка. По сути, чтобы ваш ховер держался на плаву, вам достаточно всего лишь двух групп ховеров, соответственно, одной спереди и одной сзади. Ну, плюс всё ваше оружие где-то должно быть размещено примерно в районе кабины. Если даже вы потеряете остальные ховеры, в принципе, даже такой ховер-крафт, у которого осталось только группка спереди, группка сзади, он будет ещё держаться на ходу, может летать и воевать, в принципе, довольно-таки активно. Зачем же тогда нам нужны ещё передние ховеры, ну и, допустим, задняя тоже группа, если она у вас есть, но это уже не очень обязательно. Не обязательно, потому что в основном у вас весь урон будет приходиться на вот эту переднюю часть, где располагается самое большое количество ховеров. Ну а взад будет прилетать довольно-таки редко, и разрывать ваши ховеры задние тоже будет довольно-таки редко. Поэтому в основном все ховеры размещают именно спереди. Ещё один такой интересный момент, зачем их, собственно говоря, так много на крафте. Ответ довольно простой. Чем больше ховеров, тем, скорее всего, он дольше будет жить. То есть, чем быстрее вам отшибут ховеры, тем быстрее вы упадёте. И, соответственно, чем больше у вас ховеров на крафте, тем дольше вы будете жить. Всё просто, всё как бы логично. Сами модельки ховеров тоже довольно большие, поэтому, когда вы ставите ховеры вперёд, они служат ещё не только с тем условием, чтобы как можно дольше вас продержать в воздухе, а ещё и с тем, что они, в принципе, являются хорошими такими щитами, потому что впитывают довольно-таки много урона. Если вы посмотрите, я не знаю, какие-то выпуски стримеров, которые играют в КВ, то заметьте, что при попадании с Тайфуна, допустим, по подобным крафтам, иногда урон просто не такой большой, такой мизерный, скажем, там вылетает по соточке, по 200, по 300, ну по 500. Хотя в обычном случае, если выстрелить с пары Тайфунов в какой-то здоровый крафт, то там вылетает по косарю, косарь 200 и так далее. Прикол здесь заключается в том, что именно игроки, которые стреляют с Тайфунов, они попадают в подобные ховеры и, собственно говоря, отваливаются только вот эти ховеры. Остальная группа ховеров, она как стояла, так и стоит и, собственно, остается нетронутой. Поэтому в основном вот такие вот крафты, они именно строятся вот такой вот лукообразной структуре, где есть различные слои из ховеров, ну и, соответственно, спереди различные решетки, исполины, ну и все в этом духе. Поэтому, собственно говоря, подобные крафты в лоб иногда могут впитывать там по 3-4 дуплеты и, в принципе, оставаться еще жизнеспособными. Еще одна особенность подобных крафтов заключается в том, что на ней используются тяжелые кабины. В основном это эхо и холодильник, потому что они, собственно, дают, соответственно, прикольные перки, а также позволяют ввешать кучу-кучу всего на ваши крафты. Обычно эти кабины непростые, они улучшенные на грузоподъемность, соответственно, ваш ховеркрафт может вместить целую кучу всего, что вы, грубо говоря, захотите. Броню, оружие, модули, все, что угодно. Такие крафты получаются очень тяжелые, в них много ховеров, и они довольно-таки медленные и неповоротливые, но зато они очень долго могут себе летать и приносить опасность. В качестве брони здесь обычно используются решеточные структуры, но это, в принципе, ожидаемо, потому что решетки отлично справляются с взрывным уроном, а также они очень мало весят. Эти два фактора, грубо говоря, определили их расположение в подобных крафтах. Еще, как вы можете видеть, здесь очень много радаров. В основном это фиолетовые радары, но вот здесь на крафте, если всюду поставить фиолетовые радары, то будет перегруз, поэтому есть еще и синие радары. Почему сейчас используют именно их? Потому что у них отличное отношение массы к структуре, а также их моделька сама, она довольно большая, и, соответственно, позволяет закрыть с собой очень много пространства. А ховеры такие получаются довольно большие, и закрывать здесь, поверьте, есть что. Но все-таки самый большой минус, ну, по моему мнению, заключается в том, что эти летающие крепости очень дорого стоят. Чтобы собрать подобный ховеркрафт, вам нужно будет отвалить огромную сумму голды. Это еще даже без учета того, что, возможно, у вас на крафте будет реликт, то есть хотя бы просто какие-то легендарки, потому что даже сами легендарки стоят дорого. Плюс кабинки, которые используются, они, в принципе, тоже дорогие, и их нельзя просто так взять и скрафтить. Также здесь куча самих ховеров, куча различной брони, куча всего, которое нужно будет крафтить. Про броню я имею в виду это фиолетовые радары. В общем, это все обойдется вам в довольно кругленькую сумму голды. Ну что ж, друзья, вот такая вот у нас теория получилась по сборке летающих крепостей. И я желаю вам всем собрать кучу бабла, чтобы каждый из вас смог собрать подобные крафты без напряга. Ну а с вами был канал Shara Games. Не забывайте подписываться на нас, если еще не подписаны, а также заходите на наши стримы по пятницам. Был рад вас всех видеть. До новых встреч, друзья. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok